Левая сторона моряку остается нижняя. Это фосфор сахарным скелетом. В правах антира оказались азотистые основания. Так вот, в ДНК четыре разных типа азотистых оснований. Название этих азотистых оснований надо знать. Вот химическую форму вовсе не обязательно знать, а название знать надо. Азотистые основания являются переменной частью нуклеотита. А как мы называем переменные части? Радиковка. Радиковка. АДМИМ. Обозначается буквой А большую. ТИМИМ. Обозначается буквой Т большую. ГУАМИМ. Г большую. И, наконец, четвертое возможное. СИТА. 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 А, Т, Г, С. Четыре возможных переменных. Ну, а теперь самая короткая на свете запись ДНК. Самая удобная. СИТА. 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 СЛЕВА НАПРАВЛЯ. СВЕРХУ ВНИЗ. ОТЛИЧНО. В ТРАДИЦОННОМ ЯПОНСКОМ. СИТА. СПРАВА НАЛЕВОЙ. НИЧЕО ПОДОНОЕ. СИТА. СВЕРХУ ВНИЗ. СВЕРХУ ВНИЗ. СВЕРХУ ВНИЗ СВОУ ПИШЕТ. СВОУ ПИШЕТСЬ вот так. ЗАТЕМ СЛЕДУЮЩА. ПЕЦЯ. MORE. 3-5-6-7-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-9-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-6-8-7-8. СВЕРХУ ВНИЗ. В фарсе, в арабском, в еврейском языке, как пишут и читают? Справа налево. Надо ли иметь представление о том, в каком направлении читается текст? Да. Надо, без этого не прочтите. Как задается направление чтения в ДНК? А вот смотрите, вот он наш малюр. Скажите, пожалуйста, верхний конец, вот самый верхний муклеотидик и самый нижний муклеотидик. Вот если вы их сравните, они по своей структуре совершенно одинаковые, но верхний муклеотидик с соседом соединяется через какого углерода? Номер углерода? Три. Три. А нижний муклеотид? Что? Ну-ну-ну-ну. Ниже этого муклеотида уже ленты нет. Через какой углерод он соединяется с соседом? Через углерода. Номер, номер. Пять. Пять. Это понятно? Да. Вот это важнейшее различие между двумя концами ДНК. Понятно, что сюда мы можем вставить сто пятьсот муклеотид. Все равно с одной стороны у вас связь с соседом через третий, а с другой стороны, с противоположной, связь с соседом через пять. Поэтому вот эти два разных конца ДНК так и называются три штрих конец и пять штрих конец. И чтение записи всегда идет только в одну сторону. Читающая машинка умеет ползти по молекуле, а есть читающие машинки, молекулярные машинки. Только по три штрих, пять штрих концу. То есть направление чтения тоже задано на молекулярные волны. Как организованы, знаете, начало чтения и знак точки, конец чтения, об этом с вами поговорим, когда оценим возможности кода ДНК. Начнем изучать запоны самого древнего языка космоса. Будем разбираться с системой кодирования информации на ДНК. Как там информация записана? Как там ДНК берется вот эта вот штука? Вот это, это что? Ну форма у нее такая. Ну как раз. Какая. Вот, ребята, навсегда отвыкаете от этой вашей привычки взаимного общения. Форма вот такая, да? Если вы хотите, чтобы вас поняли однозначно, учитесь выражать свою мысль словами. Попробуйте выйти и сплясать на тему структуры аминокислоты. Наверное, это можно сделать. Но если вы точно будете знать, как называются связи, как называются участия, вы сможете все абсолютно точно словами выражать. И вас тогда поймут. А вот от всяких вот этих вот, да, старайтесь избавляться. Подождите, вы опять пробуете перескочить ущелье тройным проходом. Это редко удается. Скачьте через несколько ступенек. Вы имеете в виду модель двойной спирали. По-русски это так называется. Модель двойной спирали ДНК. За что люди, предложившие модель, два молодых тогда ученых, Оксун и Крик, получили немного-немалу Нобелевскую кремлю. Дело в том, что речь идет не об этой ДНК, а об друг очереди. Мы до нее еще не доехали с вами. Так, какой вопрос? Ну, Игорь, сколько может быть азотовых оснований? Там же еще есть салазгуба. Почему они именно будут подсоединяться к первому? Покажите, что вы называете первым и какие группы еще остались. Вот, не говори. А азотовые основания, почему они именно первые, а не будут подсоединяться? А я уже на это вопрос, не заодно, не заодно, не заодно. Так, там уже кислородов нет. Так, внимание. Кто из вас? Мы это уже рассматривали. Валерий спрашивает. Может, азотовое основание присоединиться вот в этой позиции? Не к первому, а к второму. Там у вас группы нет? Нет, во-первых. А, ну, у ДНК там не было аж группы, там же кислород не хватает. У ДНК здесь этого кислорода просто нет. Хорошо, а в РНК? В РНК там есть кислород. Это основание не будет присоединяться в этом месте. Почему такой мономер собирается именно таким образом? Без вариантов. Хотя, вроде бы, химическая возможность есть. Потому что фермент притягивает в строго определенном положении. Ребят, мы же с вами вспомните модель ферментативного катализа. Под любым углом встретится молекула для образования свежи. Нет. Или только под тем углом, который задает данный фермент. Только под определенным углом. Именно поэтому и будет происходить с очень высокой вероятностью замыкание химической свежи при этом. Фермент, который ведет сбоку нуклеотиды из косморной кислоты сахара и ажиотического основания, подгоняет их друг к другу именно в эту позицию. Но он так построен, что он просто не может ажиотическое основание вот сюда засунуть. А вот сюда можно. Корм вообще-то так. Аэроканка строгая. Еще раз. Аэроканка строгая. Дивное свойство. Не закончив разбор с одним, сразу перепрыгивать. Сначала на второе, а потом вообще на 25-е. Но еще с ДНК не кончилось с вами. Они могут соединяться не вот так, как на рисунке показывают, а еще вот такая же будет соединяться. Не в такую цепочку, а еще вот цепочкой соединяться. А, отличная идея. Если бы это был белок, то мы бы сказали, что какая структура стала растить. Первичная структура, вот она. Вторичная. Вторичная и четвертичная. Старшая структура пошли. Так? Очень хороший вопрос. Мы с ним будем возиться, что чуть позже. Вот эта структура, вот такая структура, будет называться обноцепочечный ДНК. Итак, то, что у вас вот здесь изображено, называется обноцепочечная ДНК. Такая макромолекула состоит из одной цепочки. Теперь важнейшее свойство жидкостных оснований. Жидкостные основания, кроме того, что умеют присоединяться к первому природу сахара, они еще умеют парно взаимодействовать. Как мы это дело изобразим? Адемин, нарисую я его вот так. А вот это будет тимин. Вот это тимин. Тимин я нарисую вот так. Что это за впадинные выступа? А это участки полярных зарядок. В районе впадина у нас, допустим, местный минус, а в районе выступа допустим местный плюс. Теперь, как устроен гуанин? Один на гуанине. Три. Догадайся, как стадин будет устроен? Три выступа. Что произойдет, если взяли в водное ростло, нашовали смесь вот таких молекул? Он может подойти к дошке и нарисовать, какие фигуры были получены за счет взаимного притяжения молекул. Теперь такую смесь засунули в водный ростбор и оставили на свободное климатическое. Вот хотя бы одну парочку высушите, а то уже будет нормально. Ага, отлично. Обратите внимание на очень важную ступну. Скажите, что надо сделать с молекулой тенина, чтобы она присоединилась к молекуле альгамина? Перевернуть. Вы видите, что молекулу надо опрокинуть и перевернуть? Так? Ну и вторая пара. Поднимите ручку, кому непонятно, как соединиться вторая пара. Всем понятно? Всем понятно. Обратите внимание, что надо сделать с цитазином, чтобы он присоединился к альгамину. Тоже перевернуть. Или наоборот. Да, иргамины перевернуть. Вот такие попарные свежи, которым способны азотические основания, будут называться комплементарными свежями. Это азотическое основание способно к попарным, комплементарным свежям. Азотическое основание способно к попарным, комплементарным свежям. Вы слово комплимент когда-нибудь слышали? Юноша, бледный, с отзором горящим, делает барышне комплиментом. А если ты их догадываешь на русском, что он сделал? А все это не должно просто. Он дополнил образ барышни до совершенного. Комплимент – дополнение. Свойства одной молекулы дополняют свойства другой. До единого целого. Комплиментарные свежи, дополняющие друг друга. Азотические основания могут вступать в попарные, комплиментарные свежи. При этом в механизмах образования за счет внешних зарядов, значит, к какому типу свежи они относятся? Энергетическому. Гуманит, таких свежей. Еще раз. Плохо. Мы с вами знаем три типо-симических свежей. В данном случае мы с каким типом имеем? Назовите их, просто по именам, три типо-симических свежей. Ковалентная свежая. Ёмная. Ёмная. Позволье. Элементарные статические. Плохо. Водородная. Водородная свежая. Электростатика – это тип взаимодействия. А связи мы с вами прошли три разные типа. Ковалентную свежь, ёмную свежь и водородную свежь. Абсолютно необходимо, кроме того, чтобы запомнить их название, узнать определение. То есть понимать, чьё ковалентное отличается от водородной, водородное отличается от ёмной. Совершенно необходимо это знать. За счет таким связи две молекулы обрадовали Павла. Водородная. Водородная связь сильная или слабая? Слабая. Слабая. В 20 раз слабее. Примерно в 20 раз слабее ковалента. А это, знаете, сложно замкнуть такую связь. Или она очень просто замокается? Слабая. Очень просто. Но она будет надежно держать или слабая? Слабая. Очень слабая держать. При этом в какой паре связи всё-таки посильнее? В паре адемин-кинин или бонин-стазин? Бонин-стазин. Да, версия держена в три водородные связи, а литру в две водородные связи. Мы берем вот такую последовательность ДНК. Одно цепочек мы сделали. И засовываем в раствор. А в этом растворе плавают маномеры. То есть плавают любые нуклеотиды. А несущие, Т несущие. Вот они плавают, как хотят. Там, С несущие и так далее. Вот они дискорды. Кто догадается, что начнется? Прошу? Вон будет, что нет. Да. Причем, вот в этой позиции, какой нуклеотид с каким азотическим основанием? Да, сюда Т, ну, блядь. Но посмотрите, Т должно перевернуться по отношению к А. Это же соединиться. Если у нас в первой цепи, в керсти, ситуация была вот такая, да? Скажите, после того, как перевернулся, значит, основание, куда будет направлена вершинка сахара? Здесь она вверх, а здесь вниз опрокинуться нуклеотиды. И, соответственно, вот так будет торчать по стране. Вот в этой позиции, в какой нуклеотид может приехать. Ага. Да. И тоже опрокинуться. И с другой стороны, они все власти пенели. Они только опрокинуться. То есть мы получим негатив нашей запись. Да. И обратите внимание, что у нас будет происходить. Да. И что теперь будет с другой стороны? Понятно? Да. Ясно, что это три сговорота. Вот это вот сахара. Мы же просто взяли и перевернули. На основе текста пошла стройка-копия. Ну, и депутим непосредовательность нуклеотидов в этой копии. Т, А. Т, А. 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 Дальше. Есть. Г. Дальше. Т. Т. Дальше. Т. Т. С. С. Д. Д. Г. Г. Отличный. И возник свой хосфоро-сахарный скелет. Они тоже не могут поменяться местами. Теперь давайте я прочту сначала текст, потом копию. А, Т, Т, С, А, А, В, С. Копия Т, А, А, В, Т, Т, С, В. Негатив. Комплементарная копия. Не точная копия, а перевернутая, отнегативированная. Комплементарная копия. Дополнительная копия. А это копия тоже в ваших качествах? Вот. Такая конструкция будет называться уже не окноцепочная ДНК, а двухцепочная. Все ДНК в ваших и вообще во всех живых клетках находится именно в таком состоянии. На долю секунды одна цепь может освободиться от другой. И то строго определенная историка. А вообще-то все ДНК в двухцепочной форме. Все прошито с мглементарными средствами. И эта молекула заставила попотеть и поломать голову химиков во всем мире в течение не одного десятилетия. Десятилетия, не столетия. Не, не столетия, конечно. В серединке 20 века химический состав не структурную, а не на общую форму. ДНК было хорошо известно. Когда умели по общей куле рассчитывать свойства веществ. Вот получалось... Вот, ребят, там такое количество коэффициентов, что я даже не буду приводить. Но получалось, что плотность этого вещества должна быть одна, так, исходя из расчетов. А реально, если померить плотность ДНК, она оказалась выше. Хоть вы деритесь, пробовали так считать, и так считать, и так считать, ничего не получалось. А давайте мы лучше предположим, что это не просто две параллельные линии. Вот у меня два шнурка. Вот я их взял, вытянул. И они у меня лежат в пространстве, в параллельных друг другу. Я могу померить длину вот этого двойного участка? Могу. А если я взял его вот такую штуку? Еще раз, секунду. Спираль? Угу. Я закрутил один шнурок вокруг другого. Как по-вашему, длина общего ручка осталась прежняя? Стала больше или стала меньше? Ей мало меньше. Конечно, стало меньше. Прямая – это кратчайшее обстояние между двумя точками. А здесь форма этих молекул стала отличной. Если это был меньший объем, мы засунули ту же самую массу вещества, то что с плотностью вещества? Увеличилась. Увеличилась. Вот, смотри, предположили, что в объеме одна цепь закручена вокруг другой. Вот так. Двухцепочная ДНК образует двойную спираль, прошитую водородными сведениями. Вот эта модель оказалась идеально удовлетворяющей результатом практических исследований и результатом теоретических моделей. Модель двойной спирали ДНК. То есть две цепи комплементарные друг к другу. Как сейчас представляется. Генетическая информация зависит только на одну. Зачем нужна вторая? Если мы оставим в ядре незакрытый кусок спирали, незакрытый кусок ДНК, на нем немедленно начнется попытка прочтения записи. И пока вы не заблокировали, не закрыли эту информацию, с этого куска будет до бесконечности читаться и читаться и читаться записи. До бесконечности будет пробовать построить белки, которые на этом куске записаны. Это допустимо или нет? Нет. Спираль отделяется одна половинка от другой. Только при необходимости прочитать фрагмент. Вот если клетке нужно прочесть запись, которая есть на синей ленте, то в точке начала записи подсоединится читающая машинка, которая поедет по синей ленте в любую произвольную сторону или строго определенную, от какого конца к какому? От трех штрих. От трех штрих. Отлично, машинка поехала. По дороге, освобождая, отделяя одну спиральку от другой, отделяя цепи. И все же такие две цепи отделили. Вот давайте такую же последовательность. Ага, вот допустим, вот в эту точку села читающая машинка и поехала вниз. Так? Что произойдет? Она отыграла одну спочку, а в другую. Машинка на нашем примере доехала вот до этого участка. Она вот здесь. Молдом. Да, расстегиваю молдом. Взяли отделение. Но дело в том, что эта машинка устроена ситами. Это целое, на самом деле, сложное тело, стоящее из нескольких крупных белковых молекул. Что умеет делать первый участник? Первый участник может присоединяться к строго определенной комбинации нуклеотидов на участке ДНК. Можно ли сказать, что значок, допустим, всегда будет считаться как место прикрепления вот этого выручка? Можно. Смотрите. У азотистых оснований заряженной группировки есть? Есть. Если мы разные азотистые основания расположили в определенном порядке, мы получили определенное распределение зарядов на этом участке пространства. Получили. А у этого белка такое же распределение зарядов, только обратного знака. В результате сможет ли он притянуться к другой комбинации нуклеотидов? Притянется. К другой комбинации? Нет. Нет. А к этой? Да. А к этой притянет. В молекулатной биологии, как называется, белок умеет распознавать последовательность. Подходящие комбинации притягиваются, к ней подходящие не притягиваются. Хорошо. Первый участник распознал знак начала чтения. Второй участник. Второй участник – это киназа. Помните, киназа – подобные белки. Что они умеют делать, если выделить энергию? Белки киназа. Что умеют делать белки киназа, если в их районе выделена энергия? И что? Ни один человек. Все уши проходит. Ищем, ищем. Почти все белки это отвергают. Ну, то есть свои активные центры, они в октябре имеют. Не обязательно катализа использования. Активные центры у киназа, конечно, есть. Что делает киназа? Что соединяет белки в трубышке? Нет, это тугулина. Тугулина будет образовывать такую жесткую трубу. Киназа сгибается. Так, киназа умеет с усилием менять пол. Да. Так? То есть выделили, вот, форма маленького киназа. Вот она. Так? Отлично. Выделили в ее районе энергию. Киназа конформировала. Раз. Энергия кончилась, что киназа будет делать? Назад. Восстанавливает информацию. Два. Выделили опять энергию. Киназа изменила форму. Три. Энергия кончилась. Киназа установила информацию. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что она взяла? Поползла. Именно так. Именно так. Одно письмо. Значит, отлично. Первый блок раскузнает начало чтения. Дорог блок киназа. Хорошо. Приехали, прилепились сюда. Киназа активирована. Что сделает весь этот паровозик? Венециальный. Поехал. Шаг за шагом. Поехал, поехал, поехал. Так. Третий участник режет водородные свежи по дороге. То есть, в том месте, где проехал этот паровоз, комплементарные свежи распарились. И у вас одна цепочка, а отвоился другой цепочкой. Четвертый участник. Четвертый участник вылавливает из раствора свободные мононуклеотипы. И пришивает их к освободившимся водородным свежям. Четвертый участник в эту позицию. Кого пришли? Т. В эту позицию? А. А. В эту позицию? В эту позицию? Б. В эту? П. В эту позицию? В эту позицию? Э. То есть, он ее раздваивает? В эту? С. С. В эту А. То есть, он раздваивает ее? Ребята, обратите внимание. Вот так, как пророзик доехал до конца. Что мы получили? Вы сравните вот эту последовательность с вот этой и с материнской. Он сделал с материнской. Ага. А вот это произошло снятие точной копии. Не комплиментарной уже, а точной копии. В результате этого процесса на старте сколько двух ДНК мы имеем? Вариант. Одно. На финише сколько абсолютно таких же двухцепочных ДНК мы имеем? Две. Две штуки. Если процесс прошел точно без поломки, будет ли опять и молекулы хоть чем-то отличаться от исхода? Нет. Нет, ничем. Если процесс прошел точно, то мы получили точную копию, да? Получилось у нас два ДНК, который в комплект разделится. Одна ДНК пойдет в одного клетка, другая в другую. Ура! То есть на самом деле этот процесс лежит в основе какой особенности жизни? Деление, а значит? Размножение. Размножение и рост. Все размножение на свете идет только на основе этого процесса. Вы говорили без поломки. Без поломки. Что? Вот нет. Мы говорили, что копирование ждет нам, что копия... Без поломок, да? Да. Отлично. Как называется результат поломки этого процесса? Еще раз. Мутация. Это лишь мутация. Ошибка в последовательности при снятии копия. Это один из вариантов мутации. Потом вы увидите, что несколько разных вариантов изменений будут называться мутациями. Но это очень странно. Слово «реплика» из театрального искусства. Слушали когда-нибудь? Ага. А что называется «репликой»? Очень просто. Это ответ на какой-то посыл твоего партнера. Вот человек сказал, а другой человек по этому поводу опустил «реплику». Так, вот такая копия исходной последовательности и будет называться «репликой». А, соответственно, вот этот паровозик, который ведет репликацию, — зона тела. То есть маленькое молебулярное тело, ведущее репликацию.